Привет! С вами Виктория и канал Кантилябра. Сегодня мы покажем вам современную, функциональную, очень продуманную квартиру площадью 100 метров квадратных от студии дизайна интерьера Масеба. А расскажет нам о ней дизайнер Алена. Напоминаем, если вы дизайнер или самостоятельно сделали стильный современный ремонт, присылайте фотографии своих реализованных проектов на почту. Мы приедем и снимем обзор именно вашей квартиры на канале Кантилябра. Эта мебель куплена в кредит на канделябраком. Кантилябра. Вся мебель здесь. Привет, Алена. Привет, Виктория. Расскажи, пожалуйста, что это за квартира и для кого она предназначена? Эта квартира в современном стиле предназначена для молодой семьи с ребенком. Основной запрос на эту квартиру был, чтобы она была максимально светлая, стильная и очень эргономичная. И для этого мы тут сделали максимальную перепланировку, насколько это было возможно. И сейчас я расскажу это все по зонам. Расскажи, как организована прихожая, потому что я вижу, есть встроенная система хранения. Да, мы сделали эту встроенную систему хранения. Она у нас немного меньше, чем по нормам, чтобы было большое пространство. При входе мы не стали сильно сокращать коридор. Это был согласованный шаг. У нас по-другому висят плечики внутри для одежды, но зато мы оставили больше пространства. Тут есть тумба, куда можно кинуть ключи, сумку поставить и пуфик, на который можно присесть. А освещение, я вижу, по центру нет светильников, светильники встроены, да? Трековая система. Да, нет, тут накладные светильники. Вот в данном конкретном случае у нас ниша. Мы там дальше посмотрим, там будет другое решение интересное. Здесь у нас ниша выкрашенная в черный свет и накладные светильники. Я так понимаю, во всей квартире скрытые двери под покраску, да? Да, все верно. А что находится здесь? Наверное, гардеробная, я догадаюсь. Нет, за этой дверью гостевой санузел. Мы тоже изменили его в планировке, и сейчас я расскажу, что мы там сделали. Я вижу, здесь соединили сразу несколько вариантов плитки. Ну, на самом деле, тут две плитки. Одна плитка под мрамор, весьма стандартная. А вторая плитка широкоформатная. Сама стилистика была выбрана такая морозная, холодная, и вся цветовая гамма была под это подобрана. Это чувствуется получилось передать. Вот, и санузел, собственно, это и отражает. Также тут не так много места, да, но была задача поставить, собственно, раковину, унитаз, да, тумбу и душевую. Да, я сразу удивилась, вот даже умастили здесь душевую кабину. Да, и чтобы расширить пространство, тут был сделан такой прием, ну, помимо множества подсветок, да, различных декоративных, пущено по периметру такой зеркальный молдик, и за счет этого расширяется пространство. Стена напротив зеркальная. Я так понимаю, именно поэтому нам кажется, что прихожая очень просторная, да? Визуально расширяет ее. Да, у нас есть одно большое зеркало здесь, да, и здесь, да. И такой прием мы будем повторять еще в гостиной. Здорово. Ну, тогда давайте пройдем в гостиную и посмотрим, как она организована. Мы перешли в кухню, расскажи, как она устроена. Здесь даже остров поместился. С этой зоной мы поработали очень плотно. Была совершенно другая планировка, можно посмотреть ее на картинке. Объединили, сделали очень большую кухню-гостиную, да. И было желание, да, сделать такую общую зону, где кто-то отдыхает, кто-то готовит, да, чтобы все вместе проводить с семьей время. В то же время зонировать, да, чтобы это не было прям совсем единым пространством. И мы решили сделать такую современную кухню, белую, да, с черными акцентами, с раковиной в острове, да, чтобы было нескучно мыть посуду. Вот это для чего. Да, здесь у нас находится посудомойка, стоит система фильтрации, можно посмотреть здесь крайне отдельно. Есть шланги такие, которые сразу совмещены с фильтрацией, но решили сделать отдельно. В кухне, как и в прихожей, мы повторили здесь такое же зеркальное панно, фартуки, да, чтобы у нас создавалось еще больше места, да, и казалось, что еще больше воздуха и пространства у нас есть. Собственно, зеркала нам в этом прекрасно помогли. Мне очень нравится расположение техники. Оно как будто в стороне и совсем не видно, и при этом продумано абсолютно все. Да, действительно. Мы утапливали, да, то есть... Да, то есть делали специальную нишу для холодильника или она была? Нет, мы делали специально, да, потому что мы очень сильно переиграли по планировке, да, чтобы у нас было все так вот лаконично, да. Мы рассчитали под кухню, собственно, учитывая перепланировку, сделали такой вариант. Здорово. Есть и духовка на уровне. Внизу где-то находится, а на уровне груди будет удобно вставать противень. Получается, что вся техника находится в отдельной колонии. Ну, да. Простая лаконичная кухня, которая видна из гостиной, а техника немного в стороне и не привлекает к тебе внимания. Ну, я бы не сказала, что она не привлекает внимания. Наверное, за счет черного цвета, да, конечно, она выделяется. Да, да, но тем не менее она так гармонично утоплена там, поэтому хорошо так стало. Я думаю, вы понимаете, что создать самостоятельно такой продуманный дизайн сложно. Лучше обращайтесь к профессионалам. У Международной студии дизайна интерьера Массеба более полутора тысяч реализованных проектов в нескольких странах мира. Мы уже ранее снимали обзоры некоторых проектов Массеба, они доступны на канале Канзелябра. Ну, а чтобы рассчитать стоимость, перейдите по ссылке в описании. Мы перешли в зону столовой, гостиной, здесь такие шикарные стулья, мне кажется, они очень удобны. Да, мебель вся здесь сделана на заказ, мы специально подбирали все оттенки по тканям, да, все материалы. Можно посмотреть на интересный стол, который мы разместили в этой зоне. И был запрос на то, чтобы он раздвигался, да, чтобы пришли гости, и можно было большее количество посадить за стол. Еще одно интересное решение, что стена отделана зеркалом, получается, повторяется, как в коридоре. Да, 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 еще одно повторение зеркального панно, опять же, для расширения пространства и поддержания общей стилистики. То есть мы зашли, и нам кажется, больше места. Я думаю, что вы можете взять себе этот прием на заметку и использовать у себя в квартире. Расскажи, как организовали гостиную. Здесь такой мягкий диван. Ой, прелесть. Да, собственно, как и в любой гостиной, у нас диван. И было пожелание, наверное, как и во многих других интерьерах, сделать его с механизмом трансформации, чтобы можно было разместить гостей. А, то есть он еще и раскладывается. Да, этот диван тоже был сделан на заказ, реплика итальянского дивана. Мы подобрали ткань по стилистике этого интерьера. Ну и, собственно, сделали большой мягкий удобный диван. Разместили его в гостиной, чтобы можно было посидеть. А тут еще будет располагаться журнальный стол. Ее внимание привлекает эта черная стена. Расскажи, почему черный цвет? На самом деле, сам интерьер очень графичный, да. Тут там черные выключатели, черные розетки. Собственно, черные элементы на кухне, да. Можно видеть там черные сетки. Светерники черные. Да, и вообще, в принципе, не стоит бояться черного цвета в интерьере. Он дает графику и придает стильности в интерьере, да. Единственный момент, который стоит учитывать, что чем, ну, во-первых, ярче, чем активнее цвет, его нужно меньше, да. Поэтому, как бы, грамотное использование дает такую хорошую стилистику, да, в интерьере. И мы сделали целую стену тут. Ну, как бы, она небольшая, да. Ведь когда здесь будет телевизор, сейчас просто его нет, он не будет совсем выделяться на стене и будет с ней как будто сливаться. Да, так и было задумано, на самом деле, чтобы это не было пятно, как я телевизор. Если бы здесь была белая стена, он бы на ней был таким черным квадратиком, а еще камин черный, это было бы два квадратика. А сейчас единая композиция. Да, и мы сделали декоративную штукатурку черного, такого бархатного цвета. И, соответственно, разместим там телевизор. Сама квартира по себе очень светлая, и тем не менее, я вижу, что освещение продумано досконально. Ну, да, да, у нас же не 24 часа солнца. Тут очень много красивых подсветок и очень много таких оптических решений, таких иллюзий небольших. В том числе здесь мы использовали эффект черного цвета, мы не делали углубление здесь в потолке. Мы покрасили черный цвет полоса. Расскажи про покрытие стен. То есть здесь декоративная штукатурка и на другой стене, на других стенах тоже, да, я вижу декоративную штукатурку? Да, на самом деле тут везде декоративная штукатурка, по стенам и в определенных зонах покраска. Кстати, а что скрыто за этими дверями? Сделали большую перепланировку. В том месте был коридор, довольно длинный, да, и мы увеличили зону гостиной, а там сделали постирочную и гардеробную отдельно. Здорово, именно поэтому в квартире нет никаких шкафов, ну, кроме прихожей, и все, все скрыто в гардеробной. Мне кажется, это самое главное помещение получилось в квартире. Да, и мы не делали много коридоров, мы практически от них отказались, у нас есть там входная зона и зона, которая ведет в детскую и спальню, да. Пройдем посмотрим? Да, конечно. А что будет в этой комнате? Тут будет детская. Когда мы делали проект, был еще ребенок в проекте, поэтому мы запланировали эту зону, но пока здесь нет мебели, в дальнейшем она появится, да. Мы запланировали там место для кровати, вывели там все выводы под подсветки, даже для телевизора у нас тут все, все увидено, да. И, собственно, скоро появится здесь мебель для маленького жителя этой комнаты. Надо же, какая светлая спальня, панорамные окна. Да, тут было чудесное решение, мы объединили лоджию. То есть это лоджия? Да. Вот это да. Утеплили ее и сделали электрический конвектор и теплый плинтус, тоже электрический, чтобы отбивать холодный контур от окон. Тут разные виды мюстер, подвесов, подсветок, да. Опять же, в стилистике общей квартиры. Ну и цветовая гамма, да, тут более спокойная. Есть, конечно, акценты, как и в предыдущих зонах, да. И зеркала, опять же, та повторяются у нас тут конкретно тут в мебели. Ящики еще не подъехали, поэтому будет она полностью зеркальная. Кровать тоже у нас на заказ сделана. Подбирали ткань в цветовой гамме, да, вообще. И, собственно, так у нас она гармонирует тут с штукатуркой, да, и с общей цветовой гаммой. Тут будут вставки тоже зеркальные такие, полосы тонкие. Опять-таки это будет работать на расширение пространства, да? Да, все верно. Здесь у нас большие панорамные окна, да, и тут у нас, подумаем, такой элемент со шторами. Ух ты! Да, не на рептой приводе. Здорово, как в кино! Да, чтобы можно было с постели закрывать вечером и открывать утром. Это очень здорово. Я также вижу, что есть туалетный столик. Да, да, мы предусмотрели макияжный столик с таким пуфиком интересным. Он тоже взял на заказ, ну, как бы дизайн проекта с, ну, яркий такой, синий. Вот, собственно, большое зеркало опять, да, мы расширяем пространство. Да, подсветка. Ну, и она со своей подсветкой еще, да, зеркало? Да, она со своей подсветкой. Ну, ящички для хранения и легкие полки. А что же спрятано за этой дверью? Какая-то бесконечная квартира. Секретная комната. Там у нас... Ух ты, сколько света! Кабинет. Кабинет? Пойдемте посмотрим. Да. Тут также будет небольшой шкаф, да, который, ну, находиться будет при сплане. Собственно, шкаф, небольшая сидушка и рабочая зона стола. Ух ты, какая красивая и нарядная ванная комната. Она действительно необычная. Мы использовали тут вот такую зеркально-серебряную мозаику. Опять же, зеркало. Опять же, стильбро. Опять же, черные элементы. Основная плитка у нас белый мрамор. И, собственно, тоже мы максимально эргономично разместили сантехнические приборы, да, раковина с большой столешницей, да, чтобы можно ставить разный крем. Да. И всякие штуки. Есть полки, да, для хранения, унитазик, гигиенический душ и огромная двухместная ванна, которую можно драмыться вдвоем. Тут есть декоративные подвесы и огромное зеркало, чтобы расширить пространство. Получается, что в зеркале отражается вся эта блестящая мозаика, и все мерцает и переливается в этой ванной. Да. Очень красиво. Алена, спасибо, что рассказала и показала свой проект. Да, всегда, пожалуйста. Я думаю, что еще посмотрим несколько. В ближайшее время. Обязательно. Уверена, вам понравилась эта квартира. Напишите свои впечатления в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Канделябры и жмите колокольчик. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok